Первое, что бросается в глаза гостям нашего города по приезду в косли, это спокойно гуляющий по улицам центрального района крупный рогатый и мелкий рогатый скот. Так называемая скотина ежегодно уничтожает огромное количество цветов и других растений, которые высаживаются добропорядочными гражданами возле мест их проживания и не только, для того, чтобы город стал чуточку привлекательнее. Люди вон цветники сделают, козы, коровы, бычки, все скушали. И что толку? Ладно, вот там около пятого дома загорожен, так они не попадают. И то я как-то иду, маленькие козлятки, я кое-как их оттуда выгнала, ну и так далее и тому подобное. Как бы ни старалась местная власть выиграть борьбу у парнокопытных, которые по своему усмотрению используют улицы города как свои пастбища, со всеми вытекающими, ей это не удается. Попытки штрафовать животных также ни к чему не привели. Неразумное создание либо съедало выданные ей квитанции, либо просто игнорировало свои обязательства по выплате. Хозяева рогаток говорят, что обуздать свои нравия своих питомцев они просто не в состоянии. Да и ограничивать в чем-то любимца семьи нельзя. В связи со сложившейся ситуацией администрация города нашла идеальное решение проблемы. Создание отрядов по выгону скота с центральных улиц района Лобашова в обусловленное место для их пастбище. В настоящее время совместно с центром занятости по программе занятости подростков заключен договор и направили к нам двух ребят, которые, так сказать, являются небольшим отрядом главы города. Функции отряда входит именно проведение работ по выгону скота на пастбище за территорию города Каслин. То есть, что в центре города не было у нас ни коров, ни коз. За небольшую плату молодые люди пока в количестве двух человек сопровождают благородных зверей до места их дневного пребывания за территорию Каслинского хлебозавода. Рабочий день у нас начинается с 10 часов, 2 часа до обеда, 2 часа после обеда. То есть, самый пик, так сказать, прогулок скота. Мы, в свою очередь, когда увидели его, стараемся отгонять. Ну, а если нет, по возможности находим. Пока в отряде только два человека, а перевес сил на стороне рогатых. Городская администрация приглашает в ряды отряда всех желающих оградить город от коровьего террора. Дмитрий Лоськов, Александр Малов, Любовь Минаева, Каслинфорум.